Ровно три года назад, с 1 октября 2019 года, в Тверской области по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта «Демография» всем новорожденным Верхневолжей выдается подарочный набор предметов первой необходимости – от погремушек до термосумки. За три года состав подарка менялся с учетом пожеланий мам. Что он сейчас представляет из себя, выяснил наш корреспондент. В семье Жаровых месяц назад родился первенец. Эта синяя коробка с набором полезных предметов – подарок новому жителю Тверской области. Презент оказался, говорит, молодой отец очень ценным. Пеленки, полотенца, причем и того, и другого довольно-таки много. Переднички – это уже совсем на будущее. Еще костюмчики. А еще там есть теплый комбинезон, термометры, игрушки, бутылочки, памперсы, салфетки, присыпка, подогреватель для бутылочек, крем и многое другое, что может пригодиться при уходе за малышом в первый год жизни. Мама Людмила высоко оценила в том числе качество одежды. Особенно, говорит, хорошие комбинезончики. Из хлопка он очень приятный к телу. У ребенка не возникает ни опрелости и ничего. Он очень удобный. Я в полном восторге, честно говоря. И, в принципе, мне очень понравилось, что они костюмчики разных размеров. Мы из одного уже выросли, и вот у нас следующий. Одежда собрана разных размеров – от нуля и примерно до года. Мама и папа оценили не только высокое качество пеленок и штанишек, но и отметили продуманность состава. Многое стало неожиданностью для родителей первенца. Все предметы, которые необходимы, и о некоторых предметах мы даже не знали, например, о расчесочке. Ну, в силу того, что это наш первый ребенок все-таки. А там все уже было, и это такая помощь. Такой подарок – хорошая подспорья для молодой семьи, говорит папа Владислав, и бережет не только семейный бюджет. Нам он очень сильно помог в плане экономии времени. В пострадовой период мама была постоянно с ребенком, она не может себе позволить докупать пеленки, одежду и прочие расходники. В комплекте на сегодняшний день 69 предметов. Состав коробки за три года терпел изменения. Изначально там было 58 вещей, но в конце прошлого года было решено совершенствовать набор. На информационном портале Тверской области семейный помощник был проведен опрос МАМ. Там, согласно пожеланиям, коробку дополнили комплектом постельного белья, пеленальным ковриком, термосумкой и многими другими предметами. Новые подарки для новорожденных – это новый состав подарочного набора. Начали выдаваться у нас с 1 апреля 2022 года. Порядка 16 тысяч на сегодняшний момент составляет стоимость одного подарочного набора для новорожденных. Абсолютное большинство предметов, которые входят в состав подарочного набора – это изделия, предлагаемые тверскими производителями. Это вышний волочок, это ржев, это торжок, это тверь. Новую версию подарка получили уже более 4 тысяч семей. А всего с 1 октября 2019 года родителям было выдано более 27 тысяч комплектов. Напомним, что получить подарочные наборы можно при регистрации новорожденных органами ЗАГС Тверской области и в отделениях по работе с семьей и детьми семейных центров муниципальных образований Тверской области «Мой семейный центр». Во многом благодаря реализации комплекса мер поддержки за последние 6 лет в Верхневолжье сложилась тенденция роста числа многодетных семей, а также доли детей в структуре населения региона. Национальный проект «Демография» очень важен для нашего региона в особенности. Это прежде всего соотношение смертности и рождаемости – ключевой показатель. Сегодня надо констатировать, что в части рождаемости и в части многодетных семей у нас очень хорошие показатели. Таким образом, в 2017 году в Верхневолжье было 10 688 многодетных семей, а в 2022-м их уже 14 357. Больше всего их в Твери, Калининском и Конаковском районах. В Тверской области отмечается и еще один положительный тренд. В регионе создается больше семей. Количество бракосочетаний в 2022-м больше на 13%, чем в 2021-м. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова